Всем привет! У нас в студии известный путешественник Матвей Шпаро. Здравствуйте. Вы начали путешествовать очень рано, по вполне понятной причине. Отец наверняка вас с собой водил, если не в экспедиции, то в какие-то короткие вылазки. Когда Дмитрий Игоревич готовился к своим путешествиям на Северный полюс в 1979 году, я родился в 1975 году, то они со своей командой тренировались в Подмосковье. Был такой замечательный лыжный маршрут из Апалихи в Подресково. 20 километров с одной железнодорожной ветки на другую. Очень удобно было доезжать, проходишь 20 километров и уезжаешь обратно в Москву. Но я не знаю, что брали с собой 30-40-50 килограмм рюкзаки и пробегали. Я чувствую, что я был одним из тех небольших грузов, который был в этот момент в рюкзаке Дмитрия Игоревича. И первое ваше серьезное путешествие, самостоятельное уже? Ну, если самостоятельное, сложно сказать. Одно из путешествий, которое запомнилось, оно еще не было таким самостоятельным. Мне было, наверное, лет 14, и мы на Новый год пошли, опять же, вместе с отцом и с группой детей 14-летних, пошли по маршруту речка Лаи, это в Архангельской области лыжный поход 100 километров. Единичка это вот то, что называется среди любителей лыжного туризма. 7 дней 100 километров, но вот это очень-очень сильно запомнилось, потому что буквально на второй день ударил мороз минус 40, было очень холодно. Дмитрий Игоревич лег спать в спальном мешке на улице, не в палатке. Я подумал, что я тоже, вроде, тоже должен... Могу. Да, тоже не должен, тоже могу. И мы тогда вот с ним вместе спали на улице. Я когда это вот себе очень хорошо запомнил и на всю жизнь пронес вместе с собой. Вот. И в этом путешествии первый раз потом они были, но вот в этом путешествии первый раз были какие-то галлюцинации от усталости, потому что были вот слишком большие оказались физические нагрузки, и любопытная очень галлюцинация была. Мы шли по руслу реки, и при том, что было очень холодно, из-за того, что река имеет течение, все-таки где-то были какие-то проталины. То есть вот снег был везде не кристально-белым, а иногда он был такой вот... Встречались такие средние, небольшого размера куски снега серого цвета. Знаешь, я такой иду на лыжах вслед за кем-то, где-то посредине нашей цепочки, и вижу то, что прямо под моими лыжами лежит газета «Правда», перевернутая. Вот я останавливаюсь, поворачиваю голову, начинаю ее читать. Значит, вот читаю название «Правда», вижу эти ордена, которые были вот в газете «Правда», дальше какая-то статья, уж не помню, о чем была. Вот меня догоняет товарищ, идущий сзади, и говорит, «Матвей, а что ты делаешь?» Я говорю, «Давай присоединяйся, будем читать вместе». Ну, оказывается, все-таки вообще ничего не было. А вот она вот была вот как будто настоящая, и я чего-то читал. И сколько часов движения было у вас в сутки? Я не помню, может быть, там, не знаю, 8-9 часов. То есть, что-то такое не очень сложное, но из-за того, что все-таки это север. На Новый год это достаточно короткий световой день. Группа у нас была достаточно слабая. У нас было, не знаю, там, трое-четверо мальчишек и трое-четверо девчонок. Значит, мы как мальчишки решили то, что вот девчонки не должны дежурить. А дежурство – это означает то, что ты рано встаешь, еду для всех готовишь, ложишься поздно, все моешь, и так далее, и так далее. Это все при большом холоде надо делать. Мы, значит, вроде как девчонок освободили от этого, а сами-то все равно, в общем, 14-летние подростки, которые еще не понимают, в какой момент ты начинаешь уставать. А усталость от нее никуда не уйдешь, она все равно есть. Ваш ночной переход на Северный полюс – 2008, по-моему, да, год? В 2008 году Матвей Шпаро и Борис Смолин первыми в истории дошли на лыжах до Северного полюса полярной ночью. Преодолев более тысячи километров, путешественники достигли полюса, на неделю обогнав наступление полярного дня. Это сама идея откуда возникла? Ведь это как Эверест без кислорода. То есть, вы себе добавили еще одну серьезную проблему. Ну, не то, что мы себе добавили еще одну проблему, и немножко сложно сравнивать с Эверестом без кислорода. Потому что все-таки на Эверест без кислорода люди ходят достаточно регулярно. В общем, да. А в Арктику полярной ночи до нас одна экспедиция пыталась дойти. Ну, и после нас я, на самом деле, не слышал, чтобы вообще кто-то задумывался об этом. Потому что, действительно, человек попадает в крайне сложные для себя условия. И если, опять же, сравнивать с тем же Эверестом... Ну, во-первых, все-таки две очень большие специфики, принципиально разные. Но если вот говорят о том, что у Эвереста, у него там последние, не знаю, тысячи метров является зоной смерти, то мы оказались там, где последние, не знаю, 500 километров были зоны смерти. Ну, это такой плоский Эверест, получается. С одной стороны, плоский. С другой стороны, когда я говорю, значит, я работаю в системе образования, очень часто прихожу в школу выступать перед детьми, и я детям говорю то, что все-таки, хоть, значит, как вы сейчас сказали, плоский Эверест, но если ты оказался на Северном полюсе, в точке Северного полюса, и если в этот момент какой-то парень поднялся на Эверест, то он будет все-таки где-то очень далеко внизу. Интересная мысль, да? На самом деле много разных интересных мыслей приходит с Северным полюсом. Ну вот, и все-таки ночное путешествие до нас, до нас одна экспедиция была. Титулованный путешественник Борги Осванд пытался достичь полюса полярной ночи, но он опоздал. Он, значит, пришел на Северный полюс через пять дней после того, как там зашло солнце. Ну вот, ну и ты когда путешествуешь, то ты вообще ничего не видишь. Значит, это вот заблуждение, что очень многие нам говорили, что ну вот все-таки белый снег, он отражает. Он отражает, если есть что отражать. Но все-таки очень часто вообще не было ничего. Потому что это обычный кусок нашей планеты. И точно так же как в Москве бывает облачность на небе. То есть, то же самое и там облачность на небе бывает. Если облачность на небе, ты не видишь ни звезд, ни Луны, вообще ничего. И, соответственно, ничего и не отражает. Конечно, когда у тебя светит солнце, когда у тебя светит Луна, то что-то видно. Видны какие-то силуэты. Но все равно ты постоянно идешь, у тебя светит фонарик, он у тебя отсвечивает ближайшие 7-10 метров максимум. Ну и вот, значит, все, что ты делаешь, ты делаешь при свете этого фонаря. А вы как-то отслеживали изменения в психике? Ведь наверняка день на, не знаю, 3-й, 5-й что-то идет по-другому. Потому что цвет и свет один и тот же. Ну, не знаю, рельеф, возможно, меняется. Там же какие-нибудь заструги попадались. Но, по сути, это монотонная, тяжелая работа. Я думаю, мы не отслеживали. На самом деле у нас было много других проблем, нежели чем отслеживать. Я думаю, что это все очень сильно ощущали те люди, которые с нами разговаривали по телефону в Москве. И Дмитрий Игоревич, который руководил штабом в Москве, мы с ним каждый день общались. Я думаю, что он очень хорошо чувствовал те изменения в нашей психике. Да, мы, наверное, в какой-то момент становились более раздражительными. Мы становились более требовательными. Мы становились... Ну, в общем, все, что происходит с человеком, когда он находится в постоянном напряжении, наверное, это, конечно, все с нами происходило. Конфликты были? Нет, конфликтов у нас не было. Потому что все-таки мой напарник Борис Смолин, мы с ним очень много вместе путешествовали. И очень хорошо... Изначально, видимо, был очень хороший подобран вот этот вот тандем психологический. Видимо, с самого начала путешествий, 10 лет назад. Значит, он никогда не хотел быть начальником. Значит, он всегда занимал в иерархии принятия решений вторую ступень. Ну, как у летчиков, ведомый, да? Вот, я занимал первую ступень. Я понимал то, что вот за все решения отвечаю я, но при этом мой стиль управления, как вот в путешествиях, так и просто по жизни, он такой очень демократичный. Я всегда спрашиваю совета, и я собираю мнение для того, чтобы принять решение. Поэтому я всегда у него спрашивал мнение. Зачастую его мнение, оно было очень разумным, и я в большинстве случаев всегда прислушивался его мнения. Вопрос может быть банальный. Что это было? Амбиции или желание доказать себе что-то? Вот сама идея этого путешествия родилась как? Я когда был маленьким, я очень гордился. Я и сейчас очень горжусь. А когда был маленьким, тоже очень сильно гордился своим отцом. Дмитрий Шпаро. Известный советский и российский путешественник и писатель. Руководитель экспедиции, которая первой в мире достигла Северного полюса на лыжах в 1979 году. Хорошо, что у тебя есть отец, который совершил какое-то знаменитое, знаменательное путешествие. Хорошо, что он каким-то образом попал в историю. Ты чувствуешь свою сопричастность, и ты на самом деле тоже пытаешься быть таким же, как он. Не важно, лучше, хуже, но у тебя есть некий ориентир, к которому ты стремишься, как человек. И вот это на самом деле замечательно, чтобы у маленького человека был такой большой ориентир. Понятно? Да? Да, абсолютно. Ну вот, и мне на самом деле очень хотелось стать таким ориентиром для своего ребенка. Соответственно, сделать что-то такое, чтобы моя младшая дочь Катя, старшая дочь Вика, чтобы они понимали, что нам на самом деле не важно в путешествиях, в каких-то других вещах, но нам нужно чему-то стремиться и чего-то достигать. Потому что для современной молодежи это вообще очень и очень важно и очень принципиально. Ваша экспедиция с принцем или на тот момент уже князем Монако с Альбером. Альбер II, князь Монако, с детства увлекался спортом. Участник зимних олимпийских игр, бобслей. Выступал на ралли Дакар. Стал первым действующим монархом, побывавшим на Северном полюсе. У него прадед был настоящим ученым, который совершал настоящее путешествие в Арктике. И поэтому в какой-то момент у Альбера проснулось желание посетить те самые места, где был его прадед. Шпицберген, Север, Северные острова. И он обратился к руководству России с тем, что вот, пожалуйста, поскольку мы такая хорошая, большая, серьезная арктическая держава, значит, пожалуйста, помогите мне, если я правильно понимаю. Написал соответствующее письмо Владимиру Владимировичу, президенту России. И Владимир Владимирович поручил все это организовывать в Федеральный служб безопасности. Потому что все-таки, пускай Монако и маленькая страна, но все-таки это отдельная страна, это глава государства, которое нужно каким-то образом обеспечить безопасность и все прочее. Соответственно, должна определенная служба работать именно над этим. Ну и, значит, генералы из ФСБ, они начали все это прорабатывать. Как это должно выглядеть, как это должно технически действовать. Ну и в какой-то момент они столкнулись с тем, что все-таки все это замечательно, но они могут обеспечить хорошую авиационную поддержку. Там, не знаю, запасные самолеты, запасные вертолеты. Они могут опять же послать правильные вертолеты, которые могут летать в любых условиях. У них есть суперлетчики и так далее, и так далее. Но у них нет тех людей, которые могут на 100% знать, как ведут себя арктические льды. Поэтому они обратились к нам. Соответственно, Дмитрий Игрович, он был руководителем штаба на лыжах. Он не шел, но он на самом деле сидел на станции Борнелло, которая находится рядом с Ерным полюсом, и координировал все процессы. Я оказался в составе экспедиции в качестве одного из двух гидов. И на лыжах шел эти 100 километров до того, чтобы правильно проложить маршрут, правильно выбрать тактику, движение. В общем, все с этим связано. Ну и как, Альбер? Замечательно просто. Он ел сало, ел гречку, ел все остальное. В туалет ходил так же, как и все остальные участники. И вообще был абсолютно нормальным человеком. С одной стороны, чувствовалось то, что он королевский кровей, но с другой стороны, он не чурался работы никакой. У него вообще обслуги не было. Он был обычным участником экспедиции. Переход через Берингов пролив. Это, как мне кажется, я не хочу ставить по ранжиру ваши заслуги, но это какая-то совершенно фантастическая вещь. Берингов пролив расположен между Северным Ледовитым и Тихим океанами, разделяет Азию и Северную Америку, отличается непредсказуемым характером течения. Если представить себе географическую карту, то все-таки Берингов пролив — это с обоих сторон воронка. И почему, на самом деле, у нас не получалось? Потому что погода очень быстро меняется. И в течение буквально... Откуда бы лед ни нул, в течение двух-трех дней он очень сильно начинает давить или в одну воронку, или в другую воронку. И когда он прорывается через эту воронку, лед, то он начинает двигаться с очень большой скоростью. Все-таки в первый раз нас за ночь унесло на 70 или на 80 километров. То есть движение льда было 8 километров в час. При том, что мы, когда идем по льду, мы идем со скоростью 2 километра в час. То есть мы заснули в одном месте, а проснулись мы уже в 80 километрах от того места, где заснули. Подождите. От момента СОС до спасения сколько прошло бы времени? Ну, что значит «прошло бы»? Значит, мы все-таки... Это был первый год, да? Первый год, да. Первый год мы находились совсем рядом посреди... Значит, Берингов пролив разделяет две больших страны. Чукотку, то есть Россию и Америку, Чукотку и Аляску. Ширина пролива 80 километров. Посредине есть два острова. Большой диаметр, малый диаметр, русский и американский. Значит, между ними 4 километра. То есть вот вообще Берингов пролив, он себя представляет. Это 40 километров, 4 километра и еще там 36 километров. Ну, примерно так. Ну вот, и мы, значит, подходили уже к нашему русскому острову. И поставили палатку, и ночью начался шторм. В результате мы оказались на расстоянии 80 километров от того места, где поставили палатку. Когда мы вылезли из нее, мы увидели то, что вот дует очень сильный ветер, значит, очень сильная непогода. И принципиально вот вся береговая линия, она изменилась. GPS показало то, что мы находимся очень далеко на севере, но еще все-таки близко к российской территории. Ну, близко, имеется в виду, мы плыли вдоль российской территории. Угу. Мы поняли то, что, и мы видим по GPS то, что все-таки каждый час нас продолжает уносить на 8 километров в сторону. И никаких шансов у нас вернуться дальше на маршрут нет. И чем медленнее мы подадим сигнал СОС, тем вообще нас будет труднее спасать. Поэтому вот достаточно быстро приняли решение, нажали кнопку СОС. Позвонили. У нас была одна базовая станция на Чикотке, одна базовая станция на Аляске. На Чикотке не смогли поднять вертолеты, и русские пограничники, они обратились к американцам за помощью. Вообще тогда было то время, когда отношения между двумя странами были очень добрые, хорошие. И вообще каждая страна хотела помогать другой стране. Американцы согласились. И по разным причинам. Непонятно, по каким причинам. Ну, они, значит, согласились, и они это провели в таком вот, в показательном, как некая показательная спасательная операция. То есть, вот если мы, если там смотрели фильм «Спасатель» с Костнером. Да, конечно. Ну, вот, значит, прям вот фрагмент из этого фильма. То есть, все подлетают, трос. Нет, все по-другому. На самом деле они работают по-другому. Но они же прыгали в воду. Сначала взлетает большой самолет. Геркулес. Который зависает где-то в воздухе. Для того, чтобы обеспечить правильную связь. И висит в этом воздухе. То есть, чуть ли не с заправкой в воздухе все происходит. Первое, что нужно сделать, это сделать хорошую качественную связь. Второе, что нужно сделать, это прилетает еще один самолет, который сбрасывает, который нам сбросил необходимые средства выживания. Потому что они не знали точно, в каком мы состоянии находимся. Поэтому, значит, пошли там два парашюта со сменной одеждой, с едой, с водой питьевой, не знаю, с медикаментами. Они нам это все ночью сбросили. Значит, на самом деле, даже перед тем, как это сбросить, они нам сбросили маленький бетон с рацией. Есть только одна возможность ее включить, только один тублер, который ты включаешь, и ты сразу попадаешь на все их частоты. И с тобой сразу, не с какими-то твоими спутниковыми телефонами, которые могут сесть, могут не сесть, а со своим собственным оборудованием они начинают коммуницировать. Которая сразу передает им координаты точно, еще что-то. Чуть ли не показания здоровья твоего снимает этот аппарат. Ну вот, и после этого, значит, они сбросили одежду, еду, воду питьевую, и сказали нам то, что, ребята, вот вы в состоянии подождать с завтрашнего утра, потому что завтра утром уже прилетят вертолеты. И на следующее утро прилетели два вертолета, из них уже опустились вот эти вот люльки, которые в фильмах. Причем, ты знаешь, есть все в архивных данных, и это очень интересно смотреть. Иногда вот я смотрю и, конечно, думаю, какой-то кошмар вообще происходил. Ужас-ужас. Твин Пикс или Игра престолов? Игра престолов. Чай или кофе? Чай. Битлз или Роллинг Стоунс? Роллинг Стоунс. Море или горы? Гора. Книги бумажные или электронные? Бумажные. В посиделке на кухне или в баре? В баре. Собака или кошка? Кошка. Пиво или водка? Микс. Вы очень давно и много работаете с детьми. С детьми с ограниченными возможностями, с трудными детьми, с обычными детьми, с отличниками, с ботаниками, в общем, со всеми работаем. И ваши восхождения, и почему-то это, кстати, вызывает совершенно разнообразную реакцию, в том числе и негативную в интернете. Я, честно говоря, не понимаю, почему. К этому может быть разные отношения. Особенно, если к этим экспедициям присоединялись разные медийные люди, которые на самом деле помогали этим экспедициям. Но это в любом случае необходимо, конечно. Ну вот, это одна история. И тут могут быть, наверное, у каких-то людей негативные какие-то высказывания по поводу именно этих экспедиций, таких вот событийных. Дальше есть другая история. Это когда мы просто вовлекаем ребят в обычные путешествия. Сплавы на катамаранах по рекам Карелии. Или какие-нибудь трекинговые походы через горы в Сочи, через биосферный заповедник. Они приходят в Сочи к морю. Но на самом деле я не думаю, что вообще есть хоть один человек на земле, который может сказать, а зачем это. Потому что это настолько очевидно, что у любого ребенка должна быть возможность совершить путешествие. Мы не говорим сейчас вот о каких-то там, не знаю, запредельных сложностях, опасностях. А просто вот узнать, а что же такое вот мир вокруг тебя. Это здорово. Это нужно. Потому что, ну, опять же, для того, чтобы любить свою страну, нужно чуть-чуть ее узнать. Нельзя узнать свою страну, если ты будешь сидеть в гаджете, в соцсетях или еще где-то. Ты должен оторваться и справиться с путешествием. По сути, получается, это как, не знаю, скаутское, пионерское движение. Вот как было и у нас в Советском Союзе, и как в других странах. То есть, здорово, когда мальчик или девочка умеют там разводить костер, ставить палатку, пройти 30 километров, переночевать в лесу. То есть, основной-то посыл мне лично абсолютно понятен. Ну, да. Единственное, что все-таки, поскольку я связан с системой образования, то мне кажется, что вот этого всего мало. То есть, на самом деле, не в этом вся история. Вся история заключается в том, что во время путешествия, может быть, мальчик поможет девочке надеть рюкзак. Если он там и поможет, то, может быть, он и в Москве тоже самое поможет девочке. Или, значит, такая вот очень, с моей точки зрения, смешная история. Это, после одного из таких детских путешествий, мама мне пишет письмо. И говорит, значит, Матвей Дмитриевич, слушайте, вот ребенок вернулся из очередного путешествия по Карелии. И вчера утром приготовил мне первый раз в жизни геркулесовую кашу. Слушайте, я была просто в восторге. Но он ее приготовил на 12 человек. Привык. Потому что, знаешь, состав группы 12 человек. Ну и как? Но это, на самом деле, не важно насчет 12 человек. Потому что, на самом деле, не важно, что он приготовил там эту кашу. Важно, что он, на самом деле, захотел для своей мамы что-то сделать. А вот это вот желание, в современных подростках опять, как это желание всколыхнуть в ребенке. Я все вот про то, что же нам нужно делать с нашими детьми. С личными детьми, с чужими детьми, неважно. Вот нужно каким-то образом их немножечко наверх тянуть, а не вниз. Вот современные подростки. Какие они? Я думаю, что они очень хорошие и они живут в очень сложном мире. Их, на самом деле, окружают столько, не то что негатив, их окружают очень много сложностей. И эти сложности – это вот телевидение, это сложность на самом деле… Интернет. Интернет. Это сложность гаджет-зависимость. Это сложность, может быть, в каком-то смысле там вседозвольности. У многих вот или вообще ничего нет, или наоборот, все есть. То есть, какие-то такие вот очень полярные состояния детей. Вот это все… от всего этого нужно находить какие-то правильные пути от этого, а не к этому. Есть у вас хобби какие-нибудь, не связанные с путешествиями? Увлечения какие-нибудь? Я люблю фотографировать. Фотографировать. Люблю фотографировать, но все-таки мне нравится моя работа. И это является и увлечением тоже. Причем вот и работать, связанное, не знаю, с путешествиями, когда мне удается все-таки выбраться самому в путешествие. Я это очень люблю. И когда я там в каждый апрель оказываюсь на льдах Северной льдах океана, я вот расцветаю вновь. И работа, связанная с организацией каких-то мероприятий в Москве по своей основной работе в образовании. Значит, мне нравится то, что я придумываю какие-то программы, придумываю схемы, придумываю содержательные моменты для детей, придумываю, как они там… как должна программа быть лучше построена, чтобы она добилась максимальных результатов, как должны сотрудники работать. Мне нравится методическая работа очень. Мне вот больше это нравится. Ну, как кто-то из великих сказал, найди по-настоящему любимую работу, и тебе не придется работать ни дня. Правильно, правильно, правильно. У нас в студии был Матвей Шпаро, путешественник. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok